Девушки отдыхают В принципе, я могу где-нибудь вот здесь, Наташа, надо зал снимать Ну что-то сцена-то вся была, да? Сцена? Ну, сцена вся, если вот ты можешь посмотреть Мамушка и глаз будет Ну да, ну она такая общаком снимает Это без наездопись Вот здесь вот у нас где-то вот Стро, видишь, как это все В принципе, можно и ближе, можно и потом Хорошо Снимите, 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 чтобы было На память Сегодня у нас вообще Просто такой день, что А, так боюсь Чего? Ну как? Первый раз Ты не помнишь, как это было в театре? Первый раз Неужели я была переестром такой? Ну, это настолько все было сделано Так, уверен, как А я тут не видел Я сегодня у нас даже ее не буду Что приехал Сергей с другими Петерских мыли Главное, что приехал Потому что если бы у меня был актер Ну да, зачем? Зальчик наполняется Неожиданно Заводится прямая трансляция В социальной сети То есть актер, который действует Он действует не только для вас Он все это транслирует в интернет Получает лайки Все это отображается на экране Экран будет, когда мы сделаем это спектаклем А сейчас это читаем Учитывайте то, что это все транслируется И это все транслируется И это все транслируется Собственно все Аплодисменты Удавайтесь Ах ты Удавайтесь Отстаньте сообщение после сигнала. Абонент недоступен. Отстаньте сообщение после сигнала. Абонент недоступен. Отстаньте сообщение. Отстаньте сообщение. Я так рад твоим письмам. Робот Вертер. Если б ты знал. Ну, друг мой. Здравствуй, здравствуй. Такая штука. Кому расскажешь разве ты и зачем? Зачем рассказывать? Или буковки. Они старыми вереницами, караванами. Сердца достигают железного. Вертер, Вертер. Там на небе не бывает скучно. А здесь вообще ничего не бывает. Рано или поздно закончится. Готовится со школьной книгу мертвых. Египетскую и тибетскую. Говоришь, смерти нет. Даже ее. А я скажу. Нет жизни. Автор жжет. Автор жжет. Автор выжег. Не вздумай. Не вздумай скучать по Маре, как раньше. Пришибу, повторяю каждое утро. Мало ли, Мар на свете. Вру. Впрочем, утром ни до кого, ни до чего. Утром я не совсем, так скажем, жизнеспособен. Ноль без кофеина. Больное животное. Пристрелить легче легкого. Пристрелить, да. Вот. Жизнь жизненка и метится. Легко одеваться захотел. Нет, мил друг. Нет. Слишком легкое избавление. Все это, впрочем, в прошлом. Сам не знаю, зачем ворошу то, что еще. Казалось бы, вчера невозможно было даже дотронуться. Возможно, все это нужно мне для того, чтобы... Да. Пожалуй, именно для этого. Ну что ж. Мы едем, едем, едем. Я... Я встретил Мару зимой. Нет, не так. Мы познакомились в феврале. Не так, не так. Опять не так. Когда не знаешь, как сказать, скажи, как есть. А есть так, что нас буквально столкнули, шипли лбами друг с другом. Деловая встреча. Так это называлось. Мы же омерзительно деловые люди. Делаем как можем деньги. Я вот леплю сайт. И Мара буквы. Она журналистка. Все это, разумеется, расхожие ситуации. Да и я, собственно, собирался совсем, совсем о другом. Делаем. 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 Вот вы здесь и сейчас. Лежите на кушетке и говорите. Говорите. Говорите, черт бы вас подрал. В конце концов, вы молчали всю жизнь. Всю жизнь и еще пять минут. Но это не страшно, когда рядом кукла в белом халате. Неплохой образ. А главное, действенный. Экономия сил и денег. Не надо никуда ехать. Никому платить. Все куда как просто. Вы элементарно, Ватсон. Ложитесь на кушетку, сажаете рядом куклу. Отворачиваетесь от нее и вываливаете все, что с прошлого века кипит в ваших мозгах. Короче, сливаете весь свой эмоциональный яд. Прямо в нежный ее ушеньки. Игры в доктора для деток изрядного возраста. Главное, что достоинство куклы заключается в том, что она молчит и создает вместе с ним иллюзию полноценного слушания. Некоторые приматы, правда, умудряются использовать резиновые игрушки. Меня лично это не спасает, знаю точно. Сексик, особенно такого пошива, как ни крути, у виска никогда не являлся самоцелью. Его результат, обозначим финиш словечка оргазм, длится от нескольких секунд до, если использовать кое-какие техники, нескольких минут. Возможно, я не совсем правильный самец, как называют двуногих с яйцами некоторые милые дамы. Не совсем традиционный бык-осеменитель, да-да. Я, признаться, фактически не испытываю определенных фантазий. Мне не снится обнаженка. Мне не снится обнаженка. Я не стремлюсь с упорством маньяка, кавычки, открыть к маленькой влажной дырочке, обещающей блаженство. Было, было, разумеется, было. Сказать по правде, все мои девочки, как на подбор, оказывались красотками. Я любил больше брюнеток. Впрочем, на рыжих тоже везло. А вот крашеных блонди, признаться, обходил за верстук. Я не знаю почему, но я никогда не пытался уравнять в интеллекте, так скажем, мозги и цвет волос. Однако, что-то берегло меня от ядовито-белых лилей. Возможно, это покажется кому-то странным. Пусть я не обязан отчитываться. Достаточно уже того, что я говорю с куклой. Не так ли, пани доктори? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как бы это сформулировать? Видел даму ее сердце на фото. Ничего мужеподобного. Интересное монголоидного типа лицо. Твердое и вместе с тем вот-вот готов растечься взгляд. Я понял ее. Понял свою эфиру и отпустил. Отпустил, да и что оставалось делать? С кем-с кем. С Дарвин, нашему брату, тебя точно не под силу. Нам с Кирой было хорошо, если задаться целью подсчитать, да и вычеркнуть из календаря несколько испорченных выходных, что-то около того года. То есть мы успели удрать в Италию. Сказать, по правде, Венеция не поразила Милан. Вообще Рим где-то как-то... А вот Флоренция. Во Флоренции случился наш прощальный медовый. Кира была необычайно нежна. Необычайно, а потом уже в Москве призналась. Я, если честно, подумал о потолочных ключочках. Впрочем, осознание того, что твоя любимая уходит не к мужчине, вселяло весьма идиотическую надежду на ее возвращение. О, я еще не дооценил треклятый голос однополый кровь. Возможно, я даже пошел бы на то, чтобы делить Киру с ее подругой. Чего греха-то ведь было любопытно посмотреть, как девочки делают это. Быть может, почувствовать что-то новое и отдавшись потоку запретных ощущений. Но Кира только покачала головой. Пойми, это очень серьезно. Серьезно и чем ты думаешь? Мне необходимо уйти. Необходимо, она щелкнула зажигалкой. И огонь осветил ее лицо. В то мгновение она была по-настоящему ослепительна. Я сломался. Сломался от ее безупречности. Второе письмо роботу Вертеру. Давно не общался с тем, Кто не будет перебивать Или натужно кивать в попад, Глядя меж бровей, Выражая хорошо сыгранный Искренний интерес. Плохому учил дядька Корнеги. Философия жаполизов. Матом не ругаться нельзя. Надпись на сером заборе мозга. Забор мозга — это чужие-чужие слова, Которые всегда не вовремя. А ведь мы на самом-то деле хрупкие, Очень хрупкие. Да-да, веточки. Сорви меня, Вертер, сорви, Галь, Не боишься? Не обломай. Что еще убить в ночь душную? Что еще убить в ночь дожную? Июля грохочущего, Сорок-плюс-летнего. Рви меня, Вертер! Так нужно! Что ж, мы развелись. Точнее, нас развели, А потом я поздравлял ее с Днем Ангела И очередным Новым Годом. Кира говорил, что счастлива, И я был почти рад, Почти смертельно рад, не сразу. Быть может, впервые в жизни Я не повел себя эгоистично. Впервые в жизни Оказался способным понять иное, Проникнуть в другое измерение. Или, быть может, Это было вызвано самой Нестандартностью ситуацию. Уйди, Кира, К какому-нибудь другому мужлану, Я, наверное, прикончил бы себя от ревности. Однако Я не мог ревновать даму-даме. Не умел на свое счастье, Иначе Крышка. Тем временем Би появлялись в моем окружении Чаще, чем того хотели. Возможно, силы небесные Испытывали мою, скажем так, толерантность. Краткосрочный роман Через три месяца после первого развода Завершился историей с некой Алиной, Признавшейся, что у нее не было мужчины, Абурат пять годков. Я пожалел беднягу. Однако она быстренько Пресекла соболезнования. Подруги Куда лучше. Но зачем-то ты со мной осталась. Возможно, для самоутверждения. Значит, моя бывшая Оставила меня ради такой же, как ты. Она, по ее словам, Не создана для мужчины. Даже для такого? Что значит «даже»? Ты очень нежен. Мужчин такими не бывает. Но я есть. Значит, бывает. Вот такой вот диалог. Не убавить, не прибавить. Странная, конечно, была девушка С немыслимым пирсингом И офигенным тату С огромными синющими глазами И дебритным затылком ежиком. Отдавалась же она С тем самым чувством, Которое можно при желании Принять в влюбленность. Однако просто любила секс. Классный секс. Вот и все. КОНЕЦ После той встречи Я долго рассматривал В сети фотокериной подруги Найти Через поисковик человека Хоть сколько-нибудь с именем Легче легкого. Так и всплыл Этот корпоративный сайтик Она оказалась Директором По персоналу Некой, как любит сейчас писать Крупной, стабильно Развивающейся компании В нее можно влюбиться По уши, да Втрескаться по уши По самое не могу, да Кореглазая Смуглая С чистейшей кожей Плюс ее Волнистые волосы Ниспадающие на плечи Как это старомодно Ниспадающие на плечи Саша Так называла ее Кира На французский манер Уж она-то сделает ее счастливой Подумал я И тут же, впрочем, осекся Меня пронзила мысль Что нельзя Немысленно Просто невозможно Сделать кого-то счастливым Это нонсенс Абсурд Ужас В том-то все и дело Не только русский Если ты не лучишься Как посторонний Кругой иной Может заставить тебя засиять Пронзить-то мысль Пронзила Да вот осознание Пришло гораздо позже Долгие годы Как все обычные люди Я искал счастья на стороне Даже не заглядывая В потаенные кармашки Души собственной И что же было Интересного в этой душе Ну-ка-ну-ка С этого места Поподробнее Третье письмо Роботу Верк Тебе можно не отвечать Тебе Неспособному Грузить Непросящему Есть Пить Ненамекающему На койтус Неговорящему Да Возможно Не знаю Нет С некоторых пор Меня пугают Три Эти Буквы Две Согласные Одна Нет Гласная Посередке Точка Золотого Сечения Шмякнувшегося В тарелку С жирным Борщом Сердца В тарелку С кипящим Борщом Сердца Моего Сердца Торже Ведь Ливер Желудок Примет Привычка Свыше Здравствуй Вердер Ну здравствуй Совсем недавно Я понял Что все эти годы Искал Не так И не та До бесконечности Усиливая Собственную Нереальную потребность Я Если можно так выразиться Охотиться Охотиться На чью-то Любовь Хотя Охотиться Нужно было Так скажем На собственную Душу Все внутри Ну да Первый класс Вторая четверь Даже Совестно Об этом Как-то Вмечась Я пытался Возможно Неосознанно Отобрать У женщин Чудо их любви Однако Отбирать Было По большому счету Нечего Они Как и я Никогда Не любили По-настоящему Потому Не могли Дать Никому Здорового Чувства Ни наценку И так Я слишком Поздно Понял Что Все мои Попытки Поймать Жарптицу За хвост Напрасная Трата Времени Мне Никогда Никогда Не угнаться За ней Более Того Мне Никогда Не найти Ни в ком Пресловутой Любви Ни в ком Кроме Себя Как Банально Б это Не звучало Объясняю Так называемая Любовь Потребность Которую Невозможно Удовлетворить Действительно То чего Нет на свете Вот как Дурят Нашего Брата Вот о чем Пишут книги И снимают Фильмы Любовь Чудовищная Иллюзия Точнее В ее Человеческом Исполнении Когда Двое Пол Не имеет Значения По окончании Конфетно Букетного Периода Только И делают Что Истязают Друг друга Живя Под домокловым Мечом Страха Быть Отвергнутыми И самого Страшного Страха Затемченного В три Буквы Этого Кандального Алфавита Н Пятнадцатую По счету Е Шестую И Т Двадцатую Со страхом Нет Знаком Каждый Не верьте Говорящим Обратное Я долго Пытался Объяснить Себе Его Приводу Думаю Кое-что Осмыслить Все-таки Удалось Выслушайте Меня Выслушайте Жаль Эй Кто-нибудь Этот Страх Полон Ожиданий Это Сплошные Обязательства Это Завуалированный Стыд Это Главное Средство Приручения Обезьяны В костюме Большую Часть Жизни Проводящей За монитором Однако Самый Сильный Страх Страх Все Той же Любви Хотя Казалось Бы Почему Она Ведь Ничего Не ждет Не требует Не испытывает Дешевой Жалости Но В идеале Ау Идеалы Ау Сострадает И помогает Любовь Никому Ничего Не должна Вы слышите? Слышите ли вы Меня Такое ощущение Как будто Я говорю В пустоту Ну что Теперь Так оно И есть Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok А когда-то я встретил Риту Встретил, конечно, не то, совсем не то слово Я, чтобы занять этот тошнотворный вечер Просматривал сайт и знакомств Там-то и наткнулся на ее объявление Фотографии не было Но что-то меня зацепило в построении фраз Ангеты В общем, я написал Мы общались в чате неделю, а потом встретились Мы были ущербны Да, ущербны Две хорохорящиеся половинки Припудренные и приукрашенные Я, во всяком случае, купил дюжину новых свитеров и брюк Жест скорее ритуальный, нежели рациональный Все новое Просто все новое Половинки, отрицающие самих себя Чего же тогда ждать от других Сплошные зарубки на сердце Мы были нужны друг другу Лишь за тем, чтобы самоутвердиться Доказав себе, что все еще востребованы кем-то Мы мечтали, да Продраться сквозь свои же представления о реальности И избежать собственных настроек на неудачу О, конечно, тогда Мы не подозревали ни о чем таком Нам казалось, будто это Любовь Мы слишком Мы слишком часто произносили это слово И оно затерлось Обесценилось Его впору было сдавать в комиссионку Да что там сдавать Волочь волоком Мы же упорно чинили И латали его Потому как остаться в одиночестве Было страшно Мы прикрывались Прикрывались страхом Словно лоскутным одеялом Пребывая в каком-то странном Текучем с неба на грозе И матрица этого самого страха Засасывала нас все больше и больше Все сильнее и сильнее Казалось Морской узел, который были связаны Наши солнечные исклетения Ожил И вместо того, чтобы скрипить Теперь пожирает их Мы много путешествовали Однако все увиденное Как-то не слишком радовало Эмоциональный яд, которым мы заражали Друг друга Быстро разъедал то, что все еще Называют душой Мы причиняли друг другу Постоянную боль Легче от того, что она была ядом Родной осознанной Не становилось Все это, как ни печально Констатировать собственные слабости В конечном итоге переродилось Так называемое Бытовое пьянство Но, что самое гнусное Нам не о чем Стало говорить То есть, вот Совсем не о чем Нет, нет Мы никогда не строили Себя святоши Однако проблема Заключалась в том, что Я знал свою дозу А Рита нет Она, увы Не могла уже остановиться Так я перестал приносить Домой спиртное Рита же надиралась Причем надиралась Порой совершенно по-свински А сцены с битьем посуды И ночными рыданиями Стали частью нашей Тихой Семейной жизни В общем, все мои уговоры Говоря казенным языком Не возмели никакого действия Рита спевалась Смертно Но верно Я Ничего Абсолютно ничего Не мог с этим поделать То, как она лежала Скрученная на диване Как просила пить Как набрасывалась На меня с обвинениями Это все из-за тебя Из-за тебя Я на самом-то деле Хотел оставаться один И я Остался один Ты слышишь, Вертер? Слышишь ли ты меня? Мне бы хотелось Чтобы ты услышал Четвертое письмо Роботу Вертеру Проклятие повреждают Генетический аппарат Обрекая существо на гибель Я же тщетно пытаюсь Понять процесс перехода От живой материи Костной и обратно Разделение духовной субстанции И ее материального носителя Называют смертью Вертер, Вертер Если б ты знал О чем я мечтаю И что вижу во сне Спроси как-нибудь Спроси Я с головой ушел в работу А куда еще? Не обладая хоть сколько-нибудь Высокими талантами Я делал сайты За это не было наплатили Как минимум пару раз в год Я улетал куда-нибудь подальше Компании не требовалось А довольно сносный английский Снимал много вопросов Не могу сказать Какую страну любил я больше всего Нет, не могу Каждая по-своему Ну вот Куба Да Пожалуй, Куба Не Мексика Не Америка Не даже Перу Нет, нет Куба Куба, Либра, мать ее Совершенно гениальное место Кто бы что ни говорил Роман с мулаточина Однако в нем Таилось противоядие В нем, как ни странно Не было боли Я не хотел Не хотел больше того, что называют Серьезными отношениями Я не верил в них Просто больше не верил И тут, как на грех Понимаешь, Вертер Как на грех На сцену Выходит Мара Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова есть творчество. Смерть, как отточие жизни, есть творчество. Это так же верно, как и то, что вне пределов земной атмосферы небо всегда черное, закрытое на щеколду злов в вечность мертвого григорианского хорала. Итак, Мара. Пожалуй, я даже позволю себе описать ее. Метр семьдесят шаптенко с классическим коре волосок к волоску. Огромные такие глазища, в которых так легко утонуть. Они меняли цвет в зависимости от настроения, но чаще всего оказывались темно-синими. Никаких линз. Настоящий естественный цвет. У нее была очень ровная матовая кожа. Не знаю, заслуга ли это каких-то специальных средств. Не знаю. Хрупкие, но не худые пальцы, такие, как надо. Всегда идеальный маникюр. Ногти, правда, чуть длинные, как мне тогда представлялось. Необходимы для того, чтобы держать ручку. Для клавиатуры нормально, смеялась она, царапая меня по сердцу. Я не могу больше любить не тех, а они. Всегда не те. Мара тоже оказалась не той, быть может, самой последней не той. Она всегда была, впрочем, честна всегда. То есть говорила о полном отсутствии чувств. И вместе с тем не отпускала. Никогда не отпускала меня до конца. Дело осложнялось тем, что я был уже разведен, а Мара еще нет. То есть их с мужем связывал только ребенок. Сын мальчишка лет десяти я видел. С мужем Мара давно не спала, предпочитая делать это. С теми, кому не питала нежных чувств, и, разумеется, с теми, кто так же не любил ее. Такой вот мазохизм. То есть я никоим образом не мог оказаться в Мариной постели. Вопреки всему мы провели ночь. Коньяк сыграл не последнюю роль. На этом, собственно, все. Но ты же понимаешь, что это ничего не меняет. Мара утром отдергивая юбку. Толи-кролик, Толи-костуля. В Староскольском зверице поселились забавные животные. Патагонские мары. Родом зверки из Южной Америки, но и в нашем климате чувствуют себя отлично. С марами познакомилась наша съемочная группа. Патагонские мары. Родственники морских свинок. Одни из самых крупных грызунов в мире. Внешний вид очень забавный. Когда мара стоит или сидит, похоже на кролика. Когда бежит, можно подумать, что это маленькая косуля. Максимальный вес зверька – 16 килограммов. У нас три зверька. Один из самых зверсалочки. Они уже прекрасно освоились. Для них был построен дом Харка, который представляет подобие на рынок. Получает корм. И уже, можно сказать, приручились нашими посетителями. Потому что, когда ты подходишь к лавьеру, они выходят и просят себе овощи. А эти уроды, Вертор, слышишь? Эти уроды считают, будто свободы информации представляют угрозу. Опрос по регионам. 58% за цензуру. 26% абсолютно в этом уверены. 24% респондентов против. 8% против категорически. 18% затрудняются ответить. Конечно же, они затрудняются. Они вообще ничего не могут, только пялиться в ящик, пялиться в ящик, опорожняться, производить маленьких выблетков. Точные копии их самих. Вторая смена. Мясо из мяса. Остается мне, Вертор, эту планетку пора взрывать. Мне говорят, если в прошлых жизнях они убивали, значит просмотр боевика в этой означает их эволюцию. И еще, если в тех жизнях они были неграмотны, а теперь читают желтую прессу, они уже эволюционируют. Колеблевать с такой колокольник, то и дамочки с детективами, старые сплетники у подъездов, и вороватые консьержки, и тупоголовые продавщицы, и вонючие мясники, и работающие в вивариях специалисты, и сочиняющие законы специалисты, и совокупляющиеся с козами джигиты, и убивающиеся в усмерть джигиты. Эволюционируют, а нам за сморби история болезней, в сердце тесак, ржавый тесак, ничего элитарного, функциональная штуковина. Вертер, Вертер, я не то, что никогда не полюблю их, если бы у меня было оружие, я начал бы со специалистов в вивариях. Вертер, Вертер, Вертер Вертер, 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 В Как-то сидя в кафе, я, испытывая, разглядывал ее, словно пытаясь найти какой-то изъян. С ним-то, с изъяном, мне было бы гораздо легче ее разлюбить. Думал я, да, я так думал. Закрывая глаза на достоинство и акцентируясь на недостатках, я с удивлением обнаруживал, что никакая Мара не красавица, что черты лица ее неправильные, если в профи-то так вообще, да идеала, мягко скажем, далековато. Впрочем, будь она хоть одноногой горбуньей, я все равно любил бы ее. Но вот сейчас легко, как-то невероятно легко, даже не верится. Возможно, в моем нынешней ровной отчасти даже рациональной отношении к процессу трения одних частей тела от других и вызванном нашей с ней дурацкой историей. Я боялся, знаешь, не верится. Чертовски боялся услышать возлюбленную не в той тональности, не в той, просто не в той тональности. Это ведь крышка Вертер, крышка рояля. Ля-мажор-семинор, чудовищный микс, ты старомоден. Скажет возлюбленная, пусть, пусть говорит, что хочет, пусть просто говорит, мне нравятся звуки ее голоса. Они похожи на выпущенных из клетки птиц. Она сама птица Вертер, а я никогда, понимаешь, никогда не смогу коснуться ее крыльев. На них ведь пыльца, как у бабочки, как пошло должно быть. Смотрятся эти строчки в теле электрописьма. Лети, летишь скорее прочь, разлюбленная тоника на горы ледовые, на горы железные. Медной хозяйкой будь им. Ты смодулировала, ты смодулировала, просто смодулировала. Не в ту тональность, прощай. Стреляй по сердцу мары и ка. Там сталкер усталый по зоне все бродит. А снайпер отстанет, кричит и уходит. Глушителем снайпер забил сердцу ротик. А сталкер седою трясет бордою. Целься, сталкер, целься, целься, точнее, гляди, это она, прекрасная Мара. За промах четвертуют. Четвертуют свои же, я видел. Видел подобные казни. Не раз гнусное, надо сказать следище. Люди искусства, ты понимаешь, речь о них в большинстве своем. Скушные мизантропы с раздутым эго. Склонные к домашней тирании и мелкому плагиату. Добавим варию со списком зависть да грешок с уныния. И клиническая картина станет полностью прозрачной. Никакого, впрочем, секрета. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Что сталось со мной, я словно в читу. Минуты покоя себе не найду. Во время сканирования этих жестких агоний, броня билеты, количество мест ограничено, мне не хватало, пожалуй, лишь тапочек. Тех даренных, помнишь, рижских с помпонами, на тонкой кожаной подошве, невероятно мягких и теплых. Знаешь, если бы перед казнью меня спросили о трех желаниях, я бы приказал достать эти цацки из-под земли. Так ты, кажется, не в курсе, что есть цацки, мой сталкер. Первые два. Спрашиваешь о первых двух желаниях. Не боишься банальностей? О съемных квартирах. Что ж, можно устроить. Я попрошу сигариллу-сталкер. Сигариллу и дынную водку. Да, ту самую. В прошлом веке я пил ее из нежного соска, за которым пряталось сердце Мары. Пряталась от твоих пуль, сталкер. Чуть он отлучится, забьюсь, как в петле, и я не жалиться на этой земле. В последнее время меня занимает вопрос скорости проникновения энергетических пуль в невелковое тело и радиус поражения последнего, а именно боль на уровне пятого грудного позвонка. Солнечное сплетение. Плексус Солярис, одиночная замаскированная цель, подлежащая уничтожению. Так совершится великий джихад во имя чувства, которое не может быть назлано, грубо шутишь ты. Это не смешно, сталкер. Не смешно. В догадках угрюмых хожу чуть жива, суметь за вздумок в огне голова. Обслуги, врачам, киллерам и прочей сволочи надо бы нахорошо платить. Иначе они, сосланные на левый фланг, зажиреют, потеряют квалификацию, как теряют ее училки и мьяза в очень средних школах. Мара тоже ходила в одну из таких, ее не очень-то любили. Ну, разве что некоторые. Она ведь никогда не говоряла в носу прилюдно, ни до, ни после 18, как и ты, сталкер, как и я, как этот бесполый автор, что стучит в 30-ти градусную жару по черным от горя клавишам. Поэтому нас нет в списках живых. Это у нас есть расстрельный что сталось со мной, я словно в чаду минуты покоя себе не найду. Прицельные сетки позволяют с высокой точностью навести оружие на неподвижную точку ветреной сердечной чакры. Ее зовут Анахата. Крест подойдет или, скажем, пенек. Тебе известен промежуток между боковыми линиями. Ты можешь оценить угловые размеры объекта, но твое оружие деликатно, сталкер деликатно и требовательно. Оно требует уважения. уважения к телу, к прекрасному телу с оптическим восьмикратным прицелом. Прицельная дальность двести, начальная скорость пули восемьсот тридцать метров в секунду. Гляжу в цепле часами в окно заботы мои все заслонено. Уже винтовочку я начищу свою на маникюре ствол шести свал десяти миллилитров и наглажу десять патронов шлепну. Мара поет. Молодец, Мара, ай да Мара, ай да сукина дочь. Я бы стал ты, знаешь, я бы перевязал этим свиньям трубы. Да, перевязал обсуждать кризис перепроизводства право дурной тон. Мясо ест мясо безостановочно от случки к случке. Однако лишь женщина способна повернуть колесо случаем. Я знал одну такую. Знал близко. Она страдала легкой формой гаджет зависимости. Курила кальян и жила тем, что гадала на картах таро. Она не беспокоилась о мелочах. И мелочи подстраивались под ее личные обстоятельства. Она шла к началу, позволяла ему делать с собой все что угодно. И к тому не подчинялась и не подчиняла. она не предполагала. Ее не беспокоило, что о ней подумают. И кроме того, она была безупречна в словах и поступках, ежесекундно отзревая собственные мысли и реакции. Она целилась в черные дыры души своей. Она была в общем толковым снайпером. когда-нибудь сталкер, я стану таким же. Вот только перечту Кастанеду с третьего дома. Кастанеду Целься, мой сталкер. Целься. Обезвредь серый булыжник, маскирующийся сердцем моим, моим каменным сердцем. Каждую ночь я вынимаю его, дымящийся из груди и опускаю в стакан с дистиллированной водой. Неплохое, знаешь ли, средство от бессонницы. Но как дорожат твои ручки? Где же выучка? Неужто ты сдался? Неужто ты сдался? Некоторые движения, впрочем, не обсуждаются. Так нет смысла задевать спор. Скажем о том, что пропасть между полами обусловлена всего лишь одной. одной хромосомой. Да только сталкер ты забыл, что у меня нет, нет авторского права на ошибку. И слух мой чаруя течет его речь, и жар поцелуя грозит меня сжечь. Я выброшу, сталкер, свое сердце выброшу в сущности. Оно действительно не является, так скажем, предметом первой необходимости. Да и чего там, второй тоже искусственное, в любом случае надежно. Дорого платишь, зато потом крепко, очень крепко спишь. Один, совсем один, без каких бы ты ни была женщин. Прожив полжизни, приходишь к банальному, что все зло именно от них. я сжег лягушачью кожу и тут же увидел каретта превратилась в тыкву, а прекрасная принцесса в рыжее мужиковатое чудовище, сорванное наголем маской исчезло. Что осталось со мною? Я словно в чаду минуты, покоя в себе не найду. Недавно та, чье имя не может быть названо, привела меня в странное место, прикрывая за собой дверь, она кивнула на стены, потом указала на пол, я пригляделся, глаза разбежались, чего я только не увидел. Аркибузы и багинеты, пики, их мушкеты пищали, и рапиры, тесаки, и фузеи, шашки, и шпаги, мортиры, и кулеврины. Были тут и алибарды, и протазаны с бердышами, и даги, и кистеми с кинжалами, и копья, и рогатины, и руки, и керасы, и мечи с ножнами, и сабли с ручницами, и секиры с лавросами, и топоры с томагавками, и эспадоны, и дротики, и сюрикены, и середины, и таганы, и даже Моргенштерн. В другой зале находились авиабомбы. Калибр иных достигал 20 тонн. БМП и водометы, между которыми лежали разного рода пиротанки и карабины. Был тут и Никоновский автомат. Он меня собственно и интересовал. У АН 97 прочитала мои мысли та, чье имя не может быть названо. Ее глаза, подобные застывшейся, скатившейся с горного хрустаря на миг, ожили. Переменный темп стрельбы. Огонь же можно вести одиночными выстрелами. Очередь по три с высоким темпом около тысячи в минуту. Повышает вероятность быстрого попадания. К АН 97 прилагался штык-нож, установка оптического прицела, а также подствольный гранатомет. Это то, что нужно, чуть было не сказал, я хватаюсь за сердце. Однако, та, чье имя не может быть названо, уже открывала дверь в последнюю залу. там-то я увидел самую обыкновенную заперную лопатку визуально, остро отточенная, с петлей на рукояти она была одновременно и топором, и кинжалом, и даже мечом. Что ж, осталось самая малость подуно я. где духу набраться, чтоб страх победить, где духу набраться, рвануться, пришатся, руками обвить. Стреляй, сталкер, стреляй, чего ты ждешь? Я могу анимечить тело, но никогда не доберусь до того, что болит, мне некогда. Мне никогда, слышишь, никогда не достичь главного сердечного центра. Анаха, ты стреляй, чего ты ждешь? Стреляй, ну podr — это? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По гибелью мне, хотя это было По гибелью мне Но Вам-то, конечно Нет до этого Никакого дела Так ведь Зашибись! Зашибись! Спасибо за субтитры DimaTorzok Совокупность последовательных Морфологических, физиологических, психофизиологических и биохимических преобразований Вводит меня в ступор Я хорошо Слишком хорошо помню, что два тела, соударяясь, действуют друг на друга так, как будто их общего движения не существовало Законы боли, боли на брудершан, боли и тепла, тепла, адского тепла Так самые близкие становятся самыми дальними Однако они, эти люди, никогда не смогут уйти до конца Отвлечемся И то Крышу Сорвет тотчас Согласно статистике 67% абонентов страдают в мании тревожного звонка Я тоже Тоже страдаю, как и ты Искусственный интеллект романтического самоубийца Фантомная боль чувствительных натур Страдания Молодого Ветера Перлодес Сорвет Ну, милый Здравствуй Здравствуй Аплодисменты. Аплодисменты. Вот у нас вот, вот, мы вам уже представили актера Сергей Куликов. Аплодисменты у нас Роман Михеньков. Не только аккредитер, но и прекрасный писатель и драматург. И вам уже представили Наталью Рубанову. Вот такие интересные местные экспериментальные. Она считает, что она пишет в стиле транс-реализм. И вот у нас сегодня присутствует Лев Яковлев. Он руководитель театра читок. И вот он будет у нас вести обсуждение. Наташа, Наташа, а в предложении отвратите три минуты проветриваем, потому что затыкаются все. И начнем обсуждение, а то, а так продумят. А то, что ты всех нас убил. Спасибо. 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 Да, это тебе. Смотрите. Это, по моему мнению, я уже в этом форуме, в этом форуме «Пьеса без действия». Потому что научное, очень насущное, за то время моей жизни «Пьеса и действия» «Тёщи, смоки, дочки, дамы, строги, я, все что-то сделают, цепи устраивают» «Всё это уже пика подошло, когда-то начинается такая пьеса». Вот эти пьесы, которые как раз идут на этот конкурс, более чем на любой другой, на конкурс «Витодрамы», это ещё не связано с названием «Витя», я не открываю, что туда можно послать всё, что угодно. Здесь текст чрезвычайно необычный, как я говорил, как прочитавший все эти тексты. Это одна из примерно 10 текстов, которые я вот так вот ненавидично встречаюсь, потому что больше всего кто не хочет читать эти пьесы, мне как раз понравится. Хотя сам-то я пишу, в основном я пишу музыкальную травму, другие реактивные, да, просто сюжеты очень важные, это взаимодействие. Ну, это музыкальное. А здесь, значит, вот это же непонятно что, это же, можно сказать, вполне можно сказать, что это просто литература, некая прошлая, не знаю, тасс, нервы, а супер, что там ещё, психо. Ну, это, конечно, литература, это можно и читать в текст, но вот артист, режиссёр, пытаясь нам ответить, как они падали, самую любимую бабушку, сенсовали, сенсовали, все это было сделано, конечно, понятно для чего, мы всё понимаем, чтобы мы не заснули, чтобы нас заселить, чтобы, ну, чтобы был театр. Вот здесь я там провокационно вам скажу, значит, первый вопрос. Первый вопрос, потому что, как мне кажется, автор писал какой-то очень ровный текст, очень музыкальный, в котором, ну, хорошая эта литература, и он ровный, он такой горизонтальный. Артист попытался сделать это такими подъёмами, спадами, и не получилось ли здесь то, что, как бы, текст потерял многие перелисти, которые, например, я считывал, когда я читал просто текст. Просто хороший текст я читал, и понимал, что это интересно следить за содержанием. А здесь, как мы уже следили, скорее, мне кажется, за, так сказать, актёрскими приспособлениями. Вот. Артисты, которые очень хорошо танцуют, мне нравятся танцы, мне нравятся, как он по-разному, так сказать, как он прыгал, мне нравится, немножко опасно, как он сидит в первую игру, но это придавало особые, так сказать, особые, да, ошибки. Бедной бабушке было страшно жалко. Она не пострадала. Ни одна бабушка не пострадала. Мы с ней сошлись. Да? Я не уверен, что она не пострадала. Вы так убедите мне её... Актёр хороший? Да, да. Я за неё расстраивался больше, чем за автора, и за всех, кто там... Ну, смотри, как я справился за бабушку. Она, наверное, 10 лет дома живёт уже. Это ваша бабушка. А-а-а, то есть это ваша... Про неё и пьеса. Про неё и пьеса. Вот. Значит, не были здесь потери. Я такой вопрос, что и ставлю. Потому что, когда я начал с разыгрывания текста, я стал терять его смысл, например. Я выпускал смысл. Это ко мне так принял, да, вопрос? Нет, знаете, это не к вам. Ничего. Потому что мне хочется, чтобы... Я чувствую себя профессионалом, которые интересуются этим. Но он сюда пришли, поскольку странные чтения. То есть простой человек, соль сюда, так что не зайдёт, он произойдёт быстрее, будет чуть-чуть лень этих уроков. Давайте уже скажите. Наташа. У меня есть технологическое объяснение, почему так произошло. Сейчас, пойдите, послушайте. Как всегда, в чипе вы всё скажете, но скажите последнее, чтобы не перебежать. Хорошо. Значит, что происходило во всём этом, что вот сейчас вот произошло, что произошло с вами, покрыли себя, что вы почувствовали и ничего не почувствовали. Давайте это будет такое честное высказывание, что, может быть, вы ничего не почувствуете, можете пострадать это. Слушайте, зачем это всё нужно. Я могу написать не хуже, я думаю, вот это возникло, вот эта рефраза, господи, 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 что такое я могу написать. Ничего такого нет, чего я не могу написать. Или всё-таки здесь написана такая судьба человека, который ты не можешь написать. Вот если переживание, короче говоря, об этой крице, или его нет. Вот. Такие, видите, немножко провокационные вопросы, потому что, потому что нужно, может быть, провоцировать. Давайте, пожалуйста, прямо начинайте говорить. Вот. Все их поднимаем. Ну, мне пьеса понравилась. Понравилась сразу же тем, что я почувствовал, что автор отходит от традиционной схемы построения пьесы. Он пытается как-то выстроить, тут даже о фабуле сложно говорить, выстроить действие каким-то таким, больше подсознательным образом. и, соответственно, восприятие должно быть соответствище. То есть, как бы, в большей степени он стремился больше, даже не раскрыть какое-то содержание, потому что, как бы, известные, знакомые всем темы, а вот именно найти способ драматического решения проблемы, какой-то такой вот... Мне кажется, вот я ее как увидел себе, скажем, я часто пытаюсь увидеть, представиться режиссером и представить, как бы я бы сделал этот спектакль. Я бы выстроил его... Вот здесь что несколько смущает? По сути говоря, вот этот монолог, там же нет авторского текста, этот монолог мужчины. По сути говоря, в такой концентрации, в которую он входил, он, скорее всего, в какой-то степени иногда такое ощущение, что это все-таки ближе к женскому мироощущению. Потому что у мужчины есть, как же, две мощные биологические задачи. Это напробить свой рот и самоутвердиться, так сказать, за счет женщин. Ну, не за счет женщин, а стать главным бабулином, так сказать. Это просто биологическая природа человека. Женщина, они меньше свойственны, или вообще не свойственны. А мужчина очень жестко сидит, особенно, если его концентрация тестостерона в нем большая, он, так скажем, и в одном деле себя реализует, и в другом деле. вот, поэтому я увидел это, вот, скажем, решение такое, может быть, несколько необычное. Это, по сути говоря, играет не один актер, а, допустим, десять, пятнадцать актеров. То есть короткие сцены, короткие сцены. Тут надо отдать должному автору, что вот, скажем, что мне понравилось в ней, это то, что она провела, продемонстрировала способность буквально пять-семь реплик создать сцену. Это очень важно, потому что, скажем, вот эти пять-семь-девять реплики, кажется, уже дальше не надо ничего описать. То есть, по-вашему, эти соединения, с чем эти маленькие сцены? Это нельзя назвать потоком подсознания, скажем, Буллисту, скажем, Бефету, Джойсу. Это нечто иное. В том-то и дело, я чувствую, что это не поток подсознания. Поэтому, скажем, вот такое решение, когда черный кабинет и пять-десять актеров эти реплики разбросаны между этими актерами, в этом случае это уже как бы не срез, это не волос одного мужчины, а это голоса хора мужского. У каждого свой опыт, свой, так сказать, свой характер. в какой-то степени они где-то перпендикулярно даже этот текст произнесли, гротесково. То есть, это более такой экспериментальный. То есть, она вот пыталась найти какой-то для себя поставить, скорее, я чувствую эксперимент. Вот такое решение, если идти дальше, вслед за ней, такое решение, это будет уже эксперимент и режиссерский. И в этом случае это там вот такой мужской, он может в степени передать замысел. Ну, вот такое предложение, он любопытный. вот такое, что я переживала. Ну, как-то это, жули. Я жрала, чем закончится, я не знала, что это. Ну, понимаете, почему сейчас важно это сказать, потому что, как мы чувствуем завтра, в этом случае, это за нее очень важно, то, что вы сейчас говорите. Да, актери, все равно в нее очень важно. Ну, как, наверное, да. Я переживала, не знала, чем закончится, И какие-то отключения, может быть, это не надо, что-то, вот там, музыка, вот это вот, какие-то вот эти. Ну, в принципе, мне это понравилось, и я очень довольна, что я пришла сюда за читку. Вы видели за сюжетом? Да, да, да. Или ожидала, я волновалась, чтобы не было. Ну, вот я в продолжении вот первого выступающего хочу сказать, я не почувствовала текст ни мужским, ни женским, потому что для меня это скорее текст, это, ну, поиски любви, а не для всех. То есть мужчина, женщина, при чем здесь? Это же, ну, это же, ну, это такие глубокие страдания, переживания, которые, ну, нельзя их привязывать только там к нижней части. я не могу это классифицировать, там, мужской текст, или женский текст, потому что это про переживания, и это каждый, кто когда-то проживал это, он проживал это глубоко и совершенно безотносительно. мы все, кроме того, что у нас есть тела и есть пол, да, мы же все души, и эти души, это то, что, ну, непонятно о чем, да, но оно почему-то болит, и почему-то случайная встреча может вызвать прямо бурые эмоции, да, а какие-то долгие-долгие истории, там, отношения, они, ну, вот приходят, уходят где-то, стираются где-то, забываются. И для меня вот, очень интересно было, да, спасибо большое актеру, я не знаю, я не читала текст, поэтому я не могу сказать, потерялся тут текст или нет, это действительно было похоже на поток сознания, на поиски вот этой, и попытка заглянуть туда, в глубь себя, и быть очень предельно честным. Вот за эту честность вот, я хочу сказать спасибо автору, конечно, в первую очередь, актеру, режиссеру. Мысль понятна, вот очень здорово, сейчас мы говорим, каждый вот, высказывать кратко, но интересно, каждую основу и мысль. Что-нибудь еще новенькое, кто скажет? Да, тоже как-то, благодарить в первую очередь, конечно. Я, ну, сначала я как-то просто, как бы о своих же ощущениях, сначала было такое ощущение вот, как современности, то есть отношения по мужчины, женщины, переливы, женщины, потом будет женщин. То есть, когда... Я не хочу с этим думать, здесь что-то, вон. Вся эта реализация очень важна. Бабушка, вот ее... Давай случайно. Ну, Вон. Вон. Пришли, вон. 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 женщине такое ощущение знаете ранее границ как некое современное состояние когда переливы нежный мужчина что-то такое потом такое было подозрение одиночество но одиночество как бы не состоялось я тут по своим ощущениям обращение идет к роботу то есть когда человек действительно одинок в общем то он в любом случае будет искать собеседника если он обращается к роботу подозрение такое что в общем то собеседник ему не очень нужен хотя возможно задумка была такая что он настолько это одиночество что вот и даже до робота там достучилось потом как-то робот перелился в пустоту когда он там бросил какие-то реплики в пустоту то есть что-то уже появилось в пустоте хотя бывает эхо и ну вот что насторожило как бы потом может какой-то вот ну это ладно по тексту насторожило знаете что в какой-то момент слов когда говорилось о любовь о любви и вдруг резко начинала стала говориться о убийстве я бы это было бы почувствоваться допустим был то подросток 20-30 лет там может перейти от любви к убийству а здесь это показалось в общем-то неоправданным и дальше в какие-то моменты стало даже выпадать вот из пьесы но это вот как мое мнение еще спасибо вы будете довольно банально по хридиологию по обороту вот я прям открыл первую страницу однако что-то берегло меня от ядовит и белых людей возможно это покажется кому-то странно но я не об этом пусть я не обязан отчитываться тем более оправдываться достаточно уже того что я говорю скуку то есть текст как бы он не стильный а ну такой просто ну смысл вот я хотел спросить почему это реализм это трансреализм это просто уход от этой реальности немного разокутирующих роботу вектора но это не отменяет вот это вот здесь и сейчас когда человек мучается и разговаривает с Богом его сидит с 50 градусами на руководит покрадышем это абсолютно реальные живые истории и зачем усложняет испортимость по литературной стены там хватает их и я считаю что здесь все выгодно до миллилитра это, кстати, пьеса написана 10 лет назад это, к слову, о том, что есть несколько работающих святого я думаю, она через 10 лет будет актуально потому что, ну, просто случилось то, что случилось прошло 10 лет нашелся человек, который ее услышал, увидел, оценив и принес сюда, забел рученька до этого все режиссеры были глухие и немые, не знаю, чем они читали, но они читали роман, я все не прочитал, поставил я, кстати, просил Наташу посмотреть я просил еще больше упростить текст, потому что это текст для глаз был очень хороший, очень интересно читается глазами, но когда мы стали его произносить вслух, англиканизм попросил выбрать всякие специальные знаки, признания, которые свойственны социальным сетям то есть, это был очень эстетский текст, все эти значки, они не читаются голосом, то есть, если бы Сергей прочитал, вы просто ничего не поняли поэтому мы еще упрощали, упрощали, а в тексте для глаз это очень вычурно, интересно, своеобразно, своеобычно и не нашли неплохо то есть, я так все не понял, но для меня интересовало, почему написано таким языком ну, я прямо скажу, это как бы стерпе из лекции, мне как-то лучше-то специально написали таким языком теперь я так понимаю, значит, сейчас говоришь, что это было как-то больше реализм, да? а мы говорим именно таким языком в жизни не знаю, я писала, как писала, она так написала с этим лекциям я не тендовала над ней долго, она вылилась и все, 10 лет назад я уже не помню, как я ее писала я ее сейчас подредактировала и красила для пьесы, для щитки, вот все, что я могу сказать 10 лет в столе, наверное, она составилась чуть-чуть, но мы ее подкрасили так что избуки написала Наталья, да, мы опять прочли Наталья, а, это вы Светлана? да, 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 мне просто очень понравилось я согласна, что это больше литература, чем драмы другие, хотя там действие вроде бы идет но есть такие вот отвлечения на псевдерику и так далее сам текст стильный, такой притековский, мне очень понравилось то есть у меня сегодня впечатление разделение разделилось на две части текст, который я уже читала, и к Сергею огромного вам спасибо, вы чудесный артист вы старались, вы вложили энергию, это было здорово у меня вопрос к режиссеру, я согласна, что такую пьесу поставить очень сложно потому что она сама сложная, она не простая там действительно действие, оно не идет как по ровну, по ровной пьесе я не знаю, поможет ли экран, не скажет, что будет экран и так далее ну, я знаю текст, мне было сегодня непонятно за чем следить, я за Сергеем следую, мне Сергея очень понравилась правильно поступила вы ответили за свой вопрос скажите, я хотела больше, что сказать я сережку потеряла если кто-то найдет, я буду безумно благодарна она в виде жука Что касается того, чего мы сегодня видели, я уверена, театра не получилось. Не было интриги, не было сюжета, ничто никуда не двигало. За актером было наблюдать интересно, за сюжетом – нет. Потому что первые 10 минут мы узнали все. Извините, сейчас я не могу пробовать, скажу, страдания на руку. Вот и все. И как бы это какие-то эстетские, изящные цитаты, аллюзии, реминисценции. Понимаете, сюжет никуда не идет. Он остановился вот на этом месте и затянулся. Ну, имеется в виду, не сюжет событий, а сюжет ощущений. Вы сказали, что если есть бездействие? Ну, если бездействие, знаете… Если режиссер предупреждает, то может любой текст сделать классно. Я считаю, о чем думала. Классно можно сделать все, что угодно. Если у актера вылетит страничка, то это, наверное, не сыграет ничего. Или он перепутает странички, правда? Или ему станет лень, он как-то их… Сказать ведет к началу. Да, это, кстати, было бы интересно. Знаете, если мы относимся к тому, что это такая психотерическая… Ну, на самом деле, это классическая монопьеса, в которой мужчина, как герой, рассказывает о своем неудачном, так сказать, романе, неудачном опыте. В котором у него происходит определенного рода, ну, травма психологическая. И если смотреть на эту пьесу, действительно отвлечься от того, что это какое-то там измененное сознание и прочее, а посмотреть на эту, как на монопьесу, вот такую, то тогда вот то, о чем прекрасно говорят, да, у этой пьесы нет структуры. Она просто никуда действительно не движется, у нее нет эмоционального пика, потому что структура нарушена. Он все время путается, он то ли ему с куклой разговаривает, то ли все-таки вертеру письма писать, да? То есть нет даже структурного какого-то, ну, не знаю, стержня, что ли, одного, на которое это будет нанизываться. И, соответственно, зритель, он в какие-то моменты включается на каких-то очень удачных монологах и интересных монологах, а в какие-то моменты он просто теряется, растекается и все. И действительно, кроме как смотреть на то, что актер это сегодня просто исполнял с горящим глазом, и вот он просто старался, чтобы было видно, в общем, не на что. Вот конфликт начинается. Ну, хорошо, женщины, ну, хорошо. Одну минуту. Почему? Вы задавались вопросом, господа, вы задавались вопросом, что привело к тому, что появилась профессия режиссера? Дело в том, что в какой-то момент актеры, которые в основном делали спектакль, к ним начали поступать руки пьесы, которые они считали плохие пьесы, они написаны не по правилу. Что-то такое невообразимое, идиотское, непонятное, надо отбросить туда в сторону. И только благодаря тому, что просто развитие событий привело к тому, что появились режиссеры, которые начали читать эти пьесы, и появилось как бы разнообразие формы. 19 век, по одной стилистике, в какой театр не пришли, все спектакли сделаны в одной стилистике. Потом появился импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, гадаизм, футуризм и так далее, и так далее. Почему? Потому что научились люди, которые не отбрасывали пьесу, считая, что она плохо написана, а они пытались понять ее и найти адекватный способ отображения этой пьесы. Если драматург изначально вам говорит, что он ставит эксперимент, то значит, надо понять ее, попытаться найти отмычку его тексту. Какие пьеса можно закрывать? Я просто не видна. Болезненных ощущений, описанных в этой пьесе, у меня просто ассоциация с Лоридой, аналогия очень полная. О болезненности главного героя. Потому что на самом деле эта пьеса не о поиске любви, а это пьеса о поиске одиночества из-за боязни боли, которая бывает в результате каких-то отношений. Возможно, герою никогда не удалось там пережить любви или чего-то еще. В принципе, я не сторонник читок, но как читка мне это понравилось. Но это не спектакль. В принципе, я считаю, мне понравилось. Это и не спектакль, это ищет. У вас пьеса мужчин, наконец-то. Боже слово ему? Что будет ли это пьеса мужчины? Потому что сегодня будет пьеса мужчины. Как раз я хочу сказать, что будет пьеса мужчины или женщины. Вот, собственно говоря, понимаете, когда я слушал, тут есть что послушать. Есть кусочки, это правда. И, ну, во мне, во всяком случае, как у человека, который много там работал всякое, и редактором работал, сразу я смотрю на текст, что из него можно сделать. И что тут вот упущено, понимаете? На мой взгляд. Да? Это не значит, что надо идти этим путем, это, я говорю, правильно, это совсем не так. Может быть. Но что я там чувствовал, и чтобы я, если бы, да, что-то посоветовал. Мне кажется, что здесь есть очень серьезная, интересная тема. Она скрыта. Автор, может быть, о ней не подозревает. Это тема бисексуальности, которая не только существует, там, вот как мы привыкли об этом говорить, но это мужчина-женщина. В мужчине-живущей, живущая в нем женщина. И он сталкивается со своей женщиной, ну, я переделал вот эти вещи. Он сталкивается со своей этой женщиной в себе. То есть со своей нежностью через чур, через чур, со своей чувствительностью через чур, через чур еще чего-то. То есть он и не мужчина, и не женщина в прямом смысле слова. И вот эта тема, она там есть, она скрыта, но она присутствует. Мне кажется, что если бы она проявилась как заданность, и проявилась как граница этого героя, который вот эту вот свою, ну, недоделанность мужскую в этом смысле, в конце концов, он мужчина, но он все время встречается с собой, он доверчив, как женщина. И он сказал, что, мол, сложность там сказать, кто герой, как, и так далее. Мне кажется, что и ведьма, что автор «Женщина» тоже тут наложил какой-то отпечаток. Все вместе, тогда бы, может быть, это все выстроилось в какую-то конкретную вещь, где лучшие вещи в этой пьезе сохранились, но выстроились в четкие рамки героя. Может быть, конечно, ну, так сказать, я зову или призываю больше к какому-то стандарту, что ли, или к какому-то, к какой-то драматургии такой привычной, но вот так вот. То, что вы считаете, в принципе, невозможно, потому что вы же люди. Нет, это автор хозяйственного текста. Это автор хозяйственного текста не будет, но очень важно. Мы обсуждаем, это могло бы быть. Мы обсуждаем, поэтому это может быть. Я согласна с вами, что он не мужчина этот герой. Он очень мужчина, он просто нормальный мужчина. Понимаете, это большая часть. Ну, да, в жизни. А мне хотелось его все время, когда я слушал. Нет, его не надо переделать, он хороший. Ну, хорошо. Я не против. Нет, я просто сразу говорю, как мы его чувствуем по-разному. Вы его хотите переделать и говорите, что он с изъяном, что он более женствен, чем нужно. Нет, он нормальный мужчина. Если вам хорошо. Ну, это не сложно мне спросить. Если бы это было более ярко, было бы решать скалача на проехать. Вот о чем я говорю. Я, кажется, он не стремился. Ну, правильно, но вот человек, вдруг это захотел. Понимаю, да, но я этого не хотела. Здесь, как вы пишетесь, да? Конечно. Каждый пишущий человек берет чужой текст и говорит, ух, он мне нравится, но я бы сделал еще лучше. Ну, во всяком случае, тот, кто пишет, а здесь большинство таких, да, каждый примеряет рубашку на себя, да, и ему нравятся те вещи, с которыми он внутренне согласен, и какие-то вещи ему не нравятся, это совершенно нормальная вещь. Давайте, кто еще интересное хочет. Я хочу сказать тоже. Ну, я хотел бы здесь возразить. Вот здесь был упрек в сторону пьесы, что она не продумана. По-моему, пьеса как раз продумана, и она развивается. Это письма, и в каждое письмо вносит что-то новое, и просто это некая такая сериальная, как бы, да вы другие. Мы приедем к стандартному рисунку, но есть еще со времен Джойса развивается некая сериальность. Эта сериальность, она напоминает некую монотонность, в общем-то, нашей жизни. И поэтому это довольно тонкая задача для художника, чтобы, вот, как бы, проявить, найти адекватные средства, проявить, что, собственно, происходит с нами, со всеми. Мы же, как бы, постепенно умираем. Почему заходит разговор о тансгуманизме, о кремниях в сердцах? Потому что все меньше и меньше чувств. Мы не можем назвать их по именам. Называем их довольно, как тут, банально истеркой. Но стерка язык, серая на сером – это самая интересная задача для художника. Я считал прозу Натальи Рубановой, поэтому я отвечаю своим словам. Могу сказать, что это блистательная совершенно проза. Она просто льется, льется. Она настолько и филологическая в лучшем смысле слова. Она не просто как птичка весенняя поет и радуется. Несмотря на то, что содержание порой довольно трагичное. Здесь речь идет о пьесе, и здесь совершенно другие задачи. У Натальи там в некоторых местах прозаик так бы проглядывает, он дает такой толчок эмоциональному зрителю и слушателю. Но потом говорит сам герой. А мы знаем, что в пьесе герой должен говорить о своем себе, а не пояс со всей клавиатурой автор. Кстати, хочу сказать, что Наталья – блестящий музыкант. Вообще, это очень тонкий человек и стилист. Поэтому здесь выполнены все задачи, и как художник она ставится в определенную позицию и развивает ее позицию. Вопрос о режиссуре. Такой очень сложный текст о этой горизонтальности современного человека, который, кстати, драматургически выходит на какую-то концовку, потому что если я не могу жить, я должен умереть. Если я не хочу умереть, значит, я должен убивать. Поэтому этот конфликт, вообще говоря, в этой пьесе исследуется. И здесь актерскими, режиссерскими средствами этот конфликт в конце решается. Другое дело, что текст достаточно тонкий, и режиссер подумал, что делать с этой нашей горизонтальностью, с таким нашим плоским способом существования, как герой умирает, он хочет себя найти в любую историю и везде он понимает. Единственное, что мне остается произносить какие-то слова. Как это дело донести до зрителя – это очень большая и сложная задача. Режиссер решил это вскопнуть как бы неким эскаватором, некими движениями со стороны актера. Но, действительно, в тексте есть некое скольжение. И это скольжение изначально такое движение Натальи как художника, как прозаика. Но она останавливает свое скольжение и начинает прокалывать поверхность. Она идет в глубину к очень важным вещам, которые касаются всех нас. это касается, ну, конечно, прежде всего, отношений между палами, но это кончается, если это имеет отношение к агрессивным импуссам. Поэтому такие проколы в тексте есть, и они как раз на нас действуют. Вопрос в том, насколько обнимательный контрабунт этих проколов и то, что делал актер, я не знаю, это очень сложная задача. А что он делает актером? Я зачитал текст. Что он делает? Этот текст, который я зачитал, играет так, как актер, здорово. Это очень сложная задача просто. Я не знаю. Вот актер, он может был вадовый сад, а еще не правил. Спускался на степень. И здесь маловато. Поэтому режиссер пошел по пути, как взбодрить этот тронкий серый текст. И поэтому он его стал иллюстрировать. И мы на этой иллюстрации немножко так справните, как реагируют. Потому что те, кто больше, чем то, как он уже стал. Поэтому насколько это помогает мне, если мы не можем витаминные волосы, мы будем тернатурные движения, мы будем что-то другое сделать. Мы будем эффективнее, мы будем делать более исполнительную сходность, более влажную. Мы должны пойти в другую сходность. Мы, кстати говоря, в этой нашей революции довольно часто, это возникает. Можно ли его вообще сыграть? Думаю, что все уверены. У нас всегда было предложение отбить его на двенадцатый кусочек. И каждый кусочек играет в порядке. Знаете, вот это... Это есть принцип, это, наверное, некая паранойя. Но я подумал, что, может быть, надо было актера сначала подвесить. Вот так и седать. Потом, потом, потом. Надо его адекватно показать. Здесь тело выскакивает из текста. Текст нам красивый всему. А нет, у него нет. А актер жив. У него не хочет тебя. Это есть некий паран. Что здесь делать? Я не знаю. Интересно, интересно, интересно. Я хочу сказать. Да. Но это будет недолго. Нет. Мне кажется, вот такие тексты вот как раз нужны для климата, врачи. Они как раз очень удобны. И я вот лично, я побывала как на сеансе психотерапии. Вот это то, что происходило на сцене, вот это было как продолжение того, что происходит у меня в душе. И я вот, я как бы угробила какие-то свои чувства, ощущения. То есть вот где-то увидел со стороны, может что-то. И мне кажется, это вот почему он пишет роботу. Потому что все вот эти женщины, они хотят увидеть робота в тебе. То есть, ну, мужчине. То есть, мужчина, он должен, да, готовить, говорить комплименты. Там, в постели быть всегда нормальной. То есть, он должен быть роботом. А это живой человек. Он устает, он нервничает. Он там, он ест. Он там, он ест. Ешь. 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 Ешь, ты, я с людьми сейчас. Ешь. Ешь. Когда мы рассказывали, это ты нам рассказываешь. Там тексты нам не рассказывают. Не, не. Я это увидела. Понимаете, это как вот продолжение меня. Я как бы увидела. Ешь. Ешь. И вот он даже, вот Роман молодец. Он придумал такую танечку робота-человека. Вот это какой-то такой держанный робот. И так держный, и д how-то Сергей Молодец. Да, значит Сергей молодец. Это было очень удачно. Я не знаю, вот какой-то робот, который уже клинит от людей. Нам уже не рассказывали, что эти женщины были ненабожны. Это другое, что мы сожили. Да, и мне тоже очень актер подразумевает. Актер всем понравился. Интересно, противно имена. Давайте, вот как будет. Потому что Наташа рассказала, а там нет, да, каких-то делаешь? Нет, нет. Ну, у нее фантазия помогла, и... Ну, как фантазия? Ну, так не помогла. Где она, Наташа, фантазия? И не про капточку, чтобы она таксизалась. Это она тоже прописала. Так, еще давайте мнение, какие-то другие имена. По поводу структуры, структура там есть, она фейс-бучная. Чуть-чуть секса, чуть-чуть психологии, и в конце помер, лично. Все, что нужно, это лайк будет от меня, как от «не любите лайк», это будет лайк, который вот такой лайк. И это нормально, это же вот тут, постно-нермирует. И пускай он будет, и пускай его ставят, и чем больше, тем лучше будет. Это кто-то про структуру говорил, что там нет. Мы просто от этой структуры. Уже от Сталика давно. Вот структура – это вот современного текста социальной сети. Ну, как современного, 2000-х, 2015-2016-2017 годов. И Наташа попала в точку, как надо, как сейчас пишут, как сейчас думают, как сейчас делятся друг с другом вот этими мыслами. Я, может, не расслышал, тут говорили, он же умер в конце, да, у тебя? Виртуальный самоубийство. Плохо, что виртуальный. Наташа, что хорошо, себя узнают все безошибочно. Все эти вот эти сострадания молодого вентора – это все, наверное, замечено. Вообще, вот просто каждый узнает, что плохо, что он себя не убил. Это надо дожать. Вот, наверное, только что сказали, что мыслышали божьем убийстве. Вот и все, прям надо, прям надо. Николай, если ты хочешь – убьем. Этого не достает, понимаешь? Вот как раз к виртуальному самоубийству-то все уже привыкли. К каминг-ауту, там, в ми-ту, вот эти все. Вот это вот. Надо, если ты сделаешь шаг вперед от социально-сетевого языка, в реальность вернешь как раз, а это немножко нужно. Все будет отлично, на пятерку я приду, даже за день. Кто еще? Сколько затратится. Кто-то, кто-то, кто-то. Еще есть какой-то интересный вопрос? Как далеко от Амакса? Нет, а вот если продолжить, можно продолжить эту тему, да, чуть-чуть? Что такое самоубийство, оно реально и виртуально? Виртуально – это можно удалить свою страничку, да? Или что-то такое написается, что все поймут, что все, абонент недоступен. И виртуально самоубийство, я имею в виду, что он душевный труд, духовный труд. У него, как можно сказать, банальный, скажу, если долго дить по одному несколько, оно теряет чувствительность. Вот у него все атрофировано, все. Он самоубийство, самоубийство уже. Я делаю постольный шаг. Я это поняла, я имею в виду, как это упаковать теперь, да, вот это. Ну, вот его можно просто дожать. Да, что это? Это нужно дожать именно через виртуальность, что там что-то со страничкой случилось, там что-то с болезнью и так далее. Какой-то еще должен быть в конце. Ну, надо подумать. Хорошо, да. И у меня еще одно такое предложение – раздать всем зрителям, чтобы они реально могли ставить, там, место вот этого, могли поставить актеру лайк, чтобы это отображалось на экране. Ну, это значит, количество фаллических символов, которые доверяются, может быть шляпом, перебором с палецами соседей. Я договорил, у нас предполагается экран, на котором возникают эти лайки. Все это будет. Нет, где-то лайки они возникают, а я вам предлагаю реальным зрителям ставить дизлайки, лайки, понимаете? Технический смысл. Да, не знаю. Ну, у них может быть иллюзия, что они... У нас прозаик Александр Балинов, который читал, с ними много, но это интересное изменение, потому что он такой стилистический прогресс прозаик, в котором все... Текст, там же смысл и события. Смысл? События. Да, это смысл. Так, сейчас с политики начнем с... Поэтому давайте, если какие-то краткие, интересные реплики, потому что у меня как кто-то хочет еще высказать с вами, Хотелось спросить, что у вас связано с этой эфикой? Мне ее подарили, я ее очень люблю, она мне дорога, как память. И она уже выступала, она... Ну, не скажу где, но она не первая раз. В конце очень хорошо сыграла, она уже упала, ушла. Да, она упала, но именно с артистом. Если бы мы ее против, я бы ее расстроил. Вы, кстати, действительно, страшно ее убиваете. Я прямо действительно переживал очень. Это было слышно? Да, нет, это было смешно. Нет, это было слышно, но не слышно. Было слышно, как будто... Да, страшно, страшно. Да, грустно, я всю жизнь бандиты собираю в кино. Ну, старушку тоже мочили? Да, нет. Прикольно. Рука, набить. А как обычно мочить себя? Долгие руки. Ну, вот швырами мочили, когда не шло? Вот сегодня я раньше. А, когда мочили? Да. Сначала они хотели плюсовую мишку мочить. Да, я хотела... Это вообще, конечно, мишка заманил. Это вообще не смешно. Это вообще не смешно. Я хотел сказать, что не бабушку мочить. Нет, это не мочить. Это хорошо, что для него мишка. Значит, ну, я уже несколько раз подложил сказать, что мы реплики, и мне это от вас не кто-то. Это значит, что... Это значит, что... Мы туда подошли к логическому финалу. Давайте по тебе, Роман, вы и Наталья, что бы вы скажете вот в ответ на то, что вы имеете в виду? Кто первый? Гальдетик. Я могу тогда поговорить. Во-первых, я хочу поблагодарить автора. Поблагодарить автора. Сергей совершил подвиг. Вы не поверите, насколько это сложный текст. Это сложное недочрение, а именно для воспроизведения. Дело даже не в том, что раз проснете вы или не заснете. Дело именно в том, чтобы не потерять смысл. А смысл там очень концентрированный. Там все настолько упихано. Сергей донес, ничего по пути не растерял. Лучше. Ни граммуречки не потерял. Что касается обсуждения, она была очень интересна. Мне очень нравится ваше неравнодушие. Я верю, что это будет интересно дальше. Спасибо вам, что пришли. А как это, кстати, отражается? Вы в фильмочке играете бандитов и, значит, кого-то там убиваете. Вот это как-то отражается потом, но в жизни? Я разделяю профессию, да. То есть, в жизни вы этим не легче человек. На Раскольникову играть еще не надо. Еще не трудно. Предложить. Старуха-процентщица. Стерху-процентщица. Ну, что я могу сказать. Я очень долго, я на несколько раз рассказывал, что я читал этот текст. Я как-то такой для него. Ну, в буквальном смысле я через меня хранит рация. Ну, для меня он по-настоящему звучал, когда мы начали работать. Это когда был произнесен слух. Вот, и как-то так все было. Мне было интересно. Для меня лично как-то интереснейший опыт. Вот так, как будто вся жизнь, некий опыт отрицательный и положительный. Вот, и, в общем-то, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо этим Стерам гостеприимным. Десять лет спустя она могла быть прочитана раньше. Но вот, повторюсь, только сейчас это случилось. Чему я рада. Как любой нормальный обменяемый автор. Хочу сказать, что, естественно, я ничего не буду менять в этом тексте. Он сложился. Он абсолютно органичен. Там очень четкая, математическая структура, если кто-то этого не слышал от его проблемы. Но, да, собственно, мне совершенно напевать, что об этом подумают люди. Мне так же хотелось. Я так написала. Это востребовано. Это поставили. Те люди, которым я доверяю и которым мне интересно. Вот, собственно, я хотела бы работать с вами дальше. И с актером, и с режиссером. И что я могу еще сказать? Зритель всегда, правильно? Но автору на это. Боже. Боже. Боже, что так смотрите. Боже, что вы можете сказать, что у вас сегодня премьера, потому что это уже полный зал для маленького театра. Это очень правда. Уже один спектакль у вас прошел. Но это действительно нежный день, шваком на свидание. Премьера всегда такая. Вот еще таких пять читок, и у вас уже пошел. Уже один есть, кто купит пилет. У вас! Пошла ротация уже. А я запишусь бесплатно. Давайте мы благодарим. Наташа, с вами обманулись. У нее энергии нет. Спасибо всем вам, что вы пришли. Очень классный реактор. Спасибо. Давайте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!